Тем временем городские пейзажи в начале лета дополнил тополиный снегопад. Некоторые районы областной столицы буквально завалило тополиным пухом. Чем он опасен, особенно для аллергиков? Врачи объяснили, как предупредить обострение аллергии. В нашем сюжете мы внесем ясность в роль тополиного пуха в обострении аллергических реакций у горожан. В Твери концентрация тополей достаточно высокая, и женские особи, которые цветут и распространяют пух, преобладают. В этом году тополиный пух появился несколько раньше обычного, и это только начало. Полное цветение тополей еще впереди. Так чем же опасен тополиный пух для аллергиков? На самом деле, сам по себе он не является аллергеном. Тополиный пух только ацербирует на своей поверхности пыльцевые аллергены, пыльцу луговых и злаковых трав, и способствует их распространению. Пух просто сам по себе является как щетка. Он на себе ацербирует пыльцу других растений, которые сейчас цветут. Луговые, дикорастущие злаки, такие как пырей, тимофеевка, райграсс, мятлик. И вот эта пыльца этим пухом переносится на дальние расстояния, залетает к нам в квартиры, на балконы. И вызывает вот эти аллергические реакции, а пух как распространитель. То есть, цветением тополей ухудшается самочувствие тех, кто страдает аллергической реакцией на пыльцу растений, то есть поленозом. Также раньше обычного в Твери началось цветение диких трав, которые вызывают поленоз и другие аллергические явления. Понять, что у вас именно поленоз, легко. Если одни и те же симптомы появляются каждый год в определенное время, не обязательно весной, ведь травы цветут и летом, и осенью, без повышения температуры, а также гнойных выделений и проходят от антигистаминных препаратов, то с высокой долей вероятности это может быть аллергия на пыльцу. Защитить себя от аллергии можно. Если вы уже знаете, что именно вызывает у вас аллергию, можно уехать на время в город с другим климатом. Если такой возможности нет, то без медикаментозного лечения не обойтись. Противоаллергические антигистамины, специальные спреи для носа, капельки для глаз. Но рекомендуется ограничивать пребывание на свежем воздухе, потому что контакт с пыльцом все-таки на улице у нас больше, чем в квартирах. Конечно, если идет дождь, вы можете гулять круглосуточно, но вот в сухую, жаркую и ветреную погоду с 12 до 5 вечера максимальное количество пыльцы в воздухе лучше посидеть дома. После прогулок желательно прийти, принять душу, мыться, принять свои препараты. Врачи предупреждают, что пыленос может начаться абсолютно в любом возрасте. Даже если раньше у вас не было аллергии на цветение каких-либо трав и деревьев, она может появиться. Если же вы заметили у себя высыпание на коже в виде красных пятен или мелкой сыпи, слезотечения и заложенность носа без признаков инфекционного заболевания, то следует незамедлительно обратиться к врачу. Для аллергиков есть один важный совет. Во время цветения растений, деревьев и кустарников носить очки и маски. Продолжение следует...